А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Бусти. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Бусти можно, как всегда, по ссылке в описании. Всем добрый день! Мы начинаем наш вебинар. Вебинар сегодня у нас посвящен цифровым помощникам для работы с древорами. И мы сегодня с вами поговорим о том, какие они бывают, как их можно использовать, какие, соответственно, задачи и выгоды они позволяют решать. Для начала немного ворк-моментов. Это наша вебинара. Запись по результатам вебинара будет. Будем отправлять ее всем зарегистрированным участникам. Свои вопросы вы можете писать в общий чат, туда, где сейчас вот оставили плюсики. В общем чате, соответственно, мы будем отвечать на ваши вопросы по ходу вебинара. Я думаю, что если вопросов будет много, не на все из них мы успеем ответить непосредственно в чате. Поэтому в конце мы также запланировали ответы на ваши вопросы. Уже звуком, голосом проговорим подробнее, что мы думаем по вашим вопросам. Поэтому просьба туда их писать. Обращайте внимание, чтобы они были доступны всем участникам. И, как я сказал, отвечать на вопросы будем в самом конце. Всего у нас запланировано полтора часа вместе с вашими вопросами. То есть, где-то час десять, может быть, час пятнадцать мы будем рассказывать о нашем вебинаре, про наши, соответственно, помощники цифровые, как и что можно использовать. И минут пятнадцать-двадцать мы оставим на ваши вопросы. Если будут какие-то неполадки, можно попробовать перезагрузиться, перезайти в вебинар. Ну, для начала можно просто попробовать перезагрузить страницу по кнопочке F5. Ну, надеюсь, что мы обойдемся без неполадок и все будет хорошо. Хорошо. О чем мы сегодня будем с вами разговаривать и кто, соответственно, для нас будет докладчиком, будет спикером. Ну, во-первых, Иван Агапов. Это я, собственно. Далее мой коллега Илья Петухов, руководитель проектов развития инструментов искусственного интеллекта продуктов в компании Директум. Тимофей Козлов представляет компанию СКБ Контур, менеджер проектов развития нашего партнера. И Юрий Кузьмин также представляет нашего партнера, руководитель проектов внедрения Директум в компании Центр внедрения документов оборота. Сегодня вот у нас такой состав спикеров достаточно большой, и каждый из них расскажет о своих, скажем, цифровых помощниках. О чем мы в целом поговорим с вами? Начнем немного в целом поговорим про жизненный цикл договора и цифровые помощники, какой он, какие они могут быть. И далее про каждый из цифровых помощников пройдемся подробнее. Илья расскажет подробно про инструменты искусственного интеллекта для договоров. Далее коллеги от партнеров расскажут про проверку контрагентов, что можно с помощью ее решать. В частности, Юрий расскажет на примере проекта, какие задачи были решены, как они решались, какие, соответственно, результаты были получены. И в завершение я дополню коллег рассказом еще про два цифровых помощника. Это работа с договорами в электронном виде с контрагентами и хранение электронных договоров, на что можно там обратить внимание. Так, вот в целом у нас тема такая. Давайте, собственно, перейдем к деталям. Итак, жизнь договора. Какая она? Из чего она состоит? Какие в нем есть этапы? Я выделил семь основных этапов в жизненном цикле договора. Первый этап – это подготовка договора, поступление, может быть, входящего договора, если мы сами не занимаемся его подготовкой. Далее второй этап – это согласование договора. Далее следует подписание сторонами, бумаги в электронном виде, потом, конечно же, исполнение договора. Оно может быть разным по длительности, может быть так, что договор исполняется достаточно быстро, а может это все растягиваться на несколько лет, в том числе и с пролонгацией договора и так далее. После этого наступает оперативное хранение договора. И опционально в ряде случаев может быть необходимо длительное хранение договоров и документов, входящих в их комплект, то есть это более 10 лет. Опять же, не для всех ситуация это справедливо, это скорее исключение из правил, но все-таки опционально такое может быть. Ну и завершается жизненный цикл договора, конечно же, его уничтожением или после оперативного хранения, или после уже длительного хранения. Вот такие семь этапов можно выделять. Какие же базовые задачи бронедоговорами есть на данных этапах? Я для примера здесь выделил несколько таких задач. Это не исчерпывающий список, они могут быть, естественно, еще и другие. Ну, для примера, какие это задачки? На первом этапе подготовки договора это может быть, например, задача по подготовке договора по тому или иному шаблону. Шаблонов может быть несколько десятков, а то и более в зависимости от размера компании и видов ее деятельности. Далее на этапе согласования договора, это, конечно же, важна, например, такая задача, как выстраивание процесса его согласования, контроль сроков согласования, так, чтобы все стороны могли, соответственно, его согласовать с учетом определенного времени, постановки задачи на этот этап. После согласования, конечно же, подписание, где нам, например, важна задача контроля возврата этого договора от контрагента, будь то, например, отправка в бумаге или в электронном виде. Конечно же, после подписания важное исполнение. Здесь, например, одна из базовых задач – это контроль сроков действия договора, так, чтобы мы, например, вовремя могли его пролонгировать или заключить до соглашения, или, соответственно, после истечения его срока действия закрыть все необходимые работы к этому моменту. На этапе оперативного хранения, например, важно иметь реестр договоров и осуществлять поиск реквизитами текстов. Ну и в опциональном этапе длительного хранения может быть актуальны как раз те задачи, которые решаются на этапе архивного делопроизводства, например, выполнение правил этого архивного делопроизводства, связанного с исследованием сроков хранения и тем, как процедура удаления происходит, например, через экспертную комиссию и оценку ценностей. Вот это базовые задачи, примеры базовых задач по управлению договорами. Как я сказал, здесь только примеры, их может быть гораздо больше. Но кроме этих базовых задач, которые, как правило, необходимы практически в любой ситуации, когда мы говорим про автоматизацию или цифровизацию управления договорами, можно использовать различные цифровые помощники, про которые мы сегодня и будем подробнее разговаривать. Это, например, цифровые помощники, которые также в каждом из этапов возможны для примера. Например, инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют на этапе согласования договора сравнивать версии в различных форматах, будь то, например, исходный формат, док или PDF, и уже подписанный документ, снятый с него с конкопией, можно таким образом сравнивать проект документа и уже подписанный с одной стороны договор. Или, например, с помощью инструментов искусственного интеллекта обрабатывать входящий поток документов, квалифицировать эти документы и извлекать из них реквизиты. Тоже такое возможно. Подробнее про каждый из цифровых помощников далее мы поговорим. Если посмотреть еще другие помощники, например, этап, связанный с согласованием договора, нам также бывает часто необходимо на этом этапе проверять контрагента. Соответственно, сервисы и помощники в области проверки контрагента позволяют этого делать, собирать по этому информацию и указывать, например, с точки зрения благонадежности определенный рейтинг того или иного контрагента. А на этапе, например, исполнения договора этот же сервис, этот же помощник нам позволяет мониторить надежность контрагента и обновлять его реквизиты. Потому что договор может, например, как я сказал, исполняться долго, работы по нему могут происходить долго, и, соответственно, на этом этапе важно получается не только, когда мы заключили договор, ослеживать надежность контрагента, но и далее, в тот же момент контролировать. Или, к примеру, другие помощники, например, обмен электронными договорами через операторов, и до полностью в электронном виде, без дублирования договоров, либо их каких-то приложений на бумаге. И то, что нужно потом дальше, на что обратить внимание, на этапе, например, длительного хранения документов, это обеспечение юридической иначимости договора. Об этом мы сейчас далее подробно поговорим. Если в целом, соответственно, рассматривать, какие это могут быть помощники, то на примере решений компании Директума получается следующее, что базовые задачи закрываются решением договора, который как раз все те примеры базовых задач решает, и даже больше. А если мы говорим про использование дополнительных возможностей, дополнительных помощников, то это могут быть, например, сервисы искусственного интеллекта в рамках, например, поставки Директума Rx Intelligence или продукта Arial One. Это могут быть, соответственно, сервисы по проверке контрагентов, например, реализованная интеграция с сервисом Contour Focus в рамках проекта для того, чтобы решать расширенные задачи по проверке контрагентов. Или это может быть интеграция, например, с операторами IDO для обмена электронными договорами с квалифицированной электронной подписью. Или, соответственно, решения, которые позволяют обеспечивать хранение документов, как оперативный, например, финансовый архив, так и долговременный. Теперь давайте перейдем к деталям. И на очереди у нас это инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют быть на службе договоров. Я прошу здесь подключиться моего коллегу Илью Петухова. Илья, тебе слово. Добрый день, Иван. Добрый день, коллеги. От вас приветствовать на нашей встрече, посвященной цифровым помощникам для работы с договорными документами. И как раз сегодня я, как руководитель проекта по развитию продуктов с искусственным интеллектом в компании «Идиректом», хочу рассказать о том, какие есть помощники, какой есть искусственный интеллект, который может помогать нам работать с договорными документами. Давайте, собственно, об этом и поговорим в рамках нашей сегодняшней встречи. Если в целом мы будем смотреть на работу с договорными документами, то возникают определенные сложности. То есть мы все прекрасно с вами их знаем, возможно, догадываемся о них, но не озвучиваем вслух. При большом объеме неструктурированных документов работа с такими документами несет определенные временные обязательства. То есть каждый документ требует определенной читки, требует определенного времени, требует погружения в этот документ, то есть понимания его, о чем ведется речь и так далее. Вдобавок, витиватые формулировки всегда требуют прочитывания по 2-3 раза, чтобы понять, что именно закладывалось в суть этого предложения, в суть этого высказывания. Соответственно, если мы говорим про большой документопоток, мы говорим и про большие временные затраты. А если мы говорим еще про большие временные затраты, то при этом все мы с вами люди, все мы с вами устаем, все мы с вами можем совершить ошибку. Да, соответственно, подтвержденный факт и сами юристы тоже на нескольких встречах, где я участвовал, подтверждали, что глаз замыливается на 10-м, на 7-м договорном документе в течение дня ты уже устаешь и можешь что-то не увидеть, что-то не заметить и ошибка может для компании стоить денег. И здесь как раз то, о чем рассказывал Иван, здесь нам приходит на помощь как раз искусственный интеллект, нам приходят современные инновационные технологии, нам в помощь компьютерное зрение, нам в помощь обработка распознавания символов, нам в помощь обработка естественного языка, классификация, кластеризация текста, машинное обучение, нейронные сети, математические алгоритмы. То есть это все, что сейчас уже можно использовать для того, чтобы как раз нивелировать те сложности и тот дискомфорт, с которым мы сталкиваемся, вот чтобы с ним работать, чтобы его устранить, как раз можно использовать передовые технологии. И здесь как раз с точки зрения применения продуктов интеллектуального распознавания вообще в целом сервисов встроенного искусственного интеллекта в бизнес-процесс, базовое место применения это момент попадания документа в организацию. Да, то есть все мы с вами работаем с документами и в большинстве своем получаем документы из трех источников. Первое – это бумага, к нам приносит курьер ножками, либо почтовый курьер, либо почтальон, либо еще кто-нибудь. Второе – это по электронной почте к нам приходят документы с конобраза, либо документы в формате PDF, XML и так далее. Либо сервисы обмена информацией. Это может быть корпоративная информационная система в целом для группы компаний. Это может быть система электронного документа оборота. То есть это может быть вообще любая другая информационная система, куда к вам поступают документы при обмении с контрагентами, либо просто они у вас там находятся, там рождаются, там появляются, нужно с ними дальнейшее взаимодействие производить. И формат этих документов тоже разнообразный. Это может быть базовый док, либо XLS. Это может быть PDF. Это может быть JPEG. То есть это могут быть фотографии документов, это могут быть сканы документов. При этом это могут быть многостраничные сканы, где у вас в 70 страницах находятся там 20 комплектов договорных документов. И это тоже надо разбирать, это тоже надо раскладывать. Здесь как раз нам на помощь приходят сервисы интеллектуального распознавания и работы с документами, которые обрабатывают весь поток документов в различном формате, из различных источников. Распознают документы, извлекают текстовый слой. После этого классифицируют документы по видам. При этом здесь хочу отметить, если мы говорим про договорные документы, то как раз есть категории договорных документов. У нас может быть договор, например, расходный. У расходного договора есть категории расход на услуги, расход на обучение, расход на поставку и прочее. Может быть договор доходный и также, соответственно, раскладываться по категориям. Так вот, настолько нам помогает искусственный интеллект, что он может эти подкатегории тоже идентифицировать, классифицировать их, да, то есть верхний уровень его понять, что это договор, следующим уровнем определить категорию договора, следующим подуровнем, там еще если есть ниже деление, тоже это распределить, в зависимости от того, как мы, собственно, его научим идентифицировать его. Так вот, обучается искусственный интеллект так же, как вы обучаете непосредственно сотрудника нового, который пришел к вам на работу, да, то есть показываете его, информируете о нём насмотренность. После того, как мы вид документа определили, нам надо провести с ним работу с точки зрения атрибутов, нам надо извлечь те метаданные, с которыми мы будем в дальнейшем работать, поместить там документы в архив, в реестр и прочее. То есть система также может извлекать реквизиты, необходимые нам, находящиеся в разных местах документа, что-то в тексте, что-то в реквизиты контрагента, в конце документа, где стоят подписи и прочее. После того, как классификация и извлечение реквизитов проведено, есть верификация и маршрутизация. Что такое маршрутизация? То есть мы здесь как бы можем по определенным там триггерам, по определенным сложившимся историческим правилам кому-то определить, отправить это в работу. Ну а дальше в хорошей и правильной организованной информационной системе в дальнейшем передаются уже данные, не документы, да, передаются данные в целевые системы. То есть у вас ведется работа, например, в взаимодействии с контрагентом в какой-то CRM-системе, туда передаются данные в том, что договор подписан. Сам договор файлово находится там, где ему необходимо лежать, да, это файловая финансовая система, где у вас непосредственно находится архив этих документов и реестр в том числе. И здесь как раз вот то, о чем я говорил, хочется немножечко расширить понимание и представление, да, то есть что вкладывается в распознавание и классификацию, да. То есть классификация, то, что я уже проговорил, работа с различными видами договорных документов, при этом определение дополнительной категории, при этом возможность сравнения и визуальной подсветки, да. То есть здесь важно понимать еще то, что машина сейчас, да, искусственный интеллект, это наш помощник. Это тот помощник, которому мы можем делегировать рутинную работу, то, что не любят делать люди, да, я думаю, многие слушатели нашей сегодняшней встречи не любят делать рутину, обрабатывать документы, формировать отчет и так далее. Это все мы можем передать нашему интеллектуальному ассистенту, подключить его к этой работе, он это сделает быстрее, он это сделает без ошибок, а мы это только проверим. То есть мы будем принимать работу у искусственного интеллекта. При этом, кроме того, что он работает с документами, он работает еще и с комплектами документов, да, то есть вот этот наш цифровой помощник может работать с комплектами документов, формируя и собирая комплект. Это если говорить об многостраничных, например, сканах, либо при поточном сканировании. Вот у вас есть 70 страниц, с которыми находятся 20 комплектов договорных документов, про которые я говорил ранее. Представьте, что человек будет брать каждую страничку, собирать это все в комплекты, либо расшивать, либо какими-то сторонними сервисами разделять эти страницы на самостоятельные документы. В этом же случае искусственный интеллект, зная и понимая, как выглядит документ, да, то есть у него есть векторное представление о том, как выглядит документ, где у него находятся какие ключевые слова, как выглядит первая страница документа. Он этот большой многостраничный 70-страничный ТИФ нарежет на самостоятельные документы и потом соберет разрезанные документы на комплекты в зависимости от договора, в зависимости от, например, номера накладной, в зависимости от сделки, да, то есть тот реквизит, который мы укажем якорным для машины. Да, то есть так же, как мы люди, когда собираем документы в комплект, мы же имеем какое-то представление на основании каких атрибутов вот эти документы должны находиться вместе в комплекте. Соответственно, так же в составе комплекта договорных документов может быть приложение, догсоглашение, доверенность, то есть все, что непосредственно нам надо, все, что мы настроим. И то, что я уже говорил ранее, после того, как мы собрали комплект, извлекли реквизиты, можно это все маршрутизировать и передать ответственному в работу. При этом этот инструмент очень гибкий, как мы его научим, да, то есть как у нас исторически сложилось маршрутизировать документы, так мы тоже можем научить машину это делать, да. То есть исходя из содержимого, искусственный интеллект определяет согласующих, может подготовить, предложить вам какой-то регламент по согласованию, если у вас несколько регламентов в компании, может инициировать задачу на ответственного за организацию, может инициировать задачу на ответственного по этой сделке, по этому договору и прочее. То есть именно тому, кто работает с этим контрагентом, кто работает по этому договору. При этом вот этот момент, что мы получили договор в приемную, надо его отцифровать, отсканировать и кому-то там отправить, да, и надо еще понять, кому отправить этот договор, это сразу тоже неоднозначно понятно, мы можем передать этот момент в машине. И когда уже менеджер получил в работу себе договор, скан-образ, да, то есть тут ему может помочь интеллектуальное сравнение. В чем прелесть данного сценария, данного кейса? Предположим, у вас есть договор, подписанный с вашей стороны, да, согласованный внутри по вашему шаблону, подписанный, отправленный контрагенту. Контрагент его получил, какие-то манипуляции с ним провел, мы же детально не знаем, что там происходит со стороны контрагента, и вернул нам обратно подписанный экземпляр. Согласно процедуре, надо проверить, какие изменения были внесены. Если, соответственно, менеджер более-менее опытный, он смотрит по, как я раньше делал, смотрел по последним предложениям на странице, да, то есть тем самым быстро пробегался по документу, смотрел, если сдвиг по предложениям, если сдвига по предложениям нет, значит предполагает, что никаких изменений не было. Но при этом, да, мы упускаем тот момент, что где-то может быть просто предложение заменено на одно, слово заменено на другое и так далее. И в этом случае интеллектуальное сравнение позволяет нам сравнить эти две версии разного формата, доки, PDF, 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 TIFF, PDF, сравнить между собой их текстовый слой и подсветить те моменты, где есть отличия. При этом все различия система подсвечивает, да, то есть все моменты нестыковки. И подсвечивает это в формате светофора, зеленым, желтым, красным. Зеленым то, что добавили, желтым то, что изменили, красным то, что удалили. Да, и тем самым менеджер может оперативно сразу на это обратить внимание. Но это при сценарии, скажем так, некоего ручного взаимодействия, да, когда я получил договор, я такой, да, я запущу-ка я сравнение. Но мы понимаем, что этот процесс можно также автоматизировать и ускорить процесс работы уже с новым экземпляром. Вот у вас есть новая версия, пришел скан-образ, его в приемной отсканировали, система его классифицировала, извлекла реквизиты, собрала его в комплект. Нашла первую версию, которая находится в вашем реестре по номеру, дате контрагенту, там, сумме договора и так далее. Подвязала скан-образ новой версии, автоматически сравнила и менеджеру показала уже, прислала задачу уже с результатом сравнения. Тем самым мы вообще нивелируем очень большой промежуток времени ручного труда. Да, то есть мы вот эти лишние манипуляции не делаем, это все уже машина за нас сделала. Мы можем спокойно наслаждаться благами цивилизации, скажем так, да, и уже работать с результатами. Тем самым быстрее принимать решение о том, готовы мы на такие условия или нет, принимать решение, вернуть ли этот документ вообще обратно контрагенту, сказать, ребята, что-то вы перепутали. Да, и просто какие-то там выводы, какие-то действия сделать. Это гораздо быстрее становится, это происходит там, ну, в течение там одного-двух часов, чем в течение дня это растягивается и обрабатывается, верифицируется договор и прочее. И эти инструменты уже сейчас доступны, мы можем с ними работать, мы можем их использовать, мы можем применять их в своей работе с договорными документами. Но это все, как бы то, что я рассказывал, это в кейсе, когда к нам, например, пришел документ, подписанный второй стороной, подписанный уже контрагент, вернущийся к нам. Как раз вот здесь хорошо работает сравнение. Но при этом есть еще следующий уровень интеллектуального помощника. Это тот помощник, который может проанализировать текст договора, дать по нему короткую выжиму, некое резюме по договору, по его текстовому условию, по его сути. И освободить сотрудников от рутины, да, вычитывать, читать спорные моменты, подсвечивать, искать риски, штрафы и так далее. Да, то есть научить машину искать конкретные формулировки, конкретные оговорки тоже сейчас можно. И здесь, как бы, я думаю, многие, кто в целом следит за развитием искусственного интеллекта, понимают, что такие возможности сейчас есть. Да, не отходя далеко, вот эта картинка, которая сейчас на слайде присутствует, это искусственный интеллект сгенерил по моему запросу ассистент, интеллектуальный ассистент по работе с договорными документами. Как видите, он в очках, он с ручкой и что-то делает, помогает нам с этими документами работать. Собственно, к этому вот уровню анализа, к уровню анализа читки договорных документов, что может делать искусственный интеллект? Проверять комплектность, это мы с вами уже разобрали. Проверять наличие обязательных разделов в договоре, в зависимости от категории договора. То есть, если у вас есть, например, договор на поставку товаров, комплектующих, еще чего-то, обязательно мы обычно в этой категории договора идет пункт гарантии. Да, то есть, и вот система может проанализировать весь текстовый слой договора и посмотреть наличие обязательных пунктов, есть ли пункт гарантии, если его нет, подсветить, это все показать. Найти формулировки, оговорки, сравнить их с типовыми шаблонными, посмотреть, насколько формулировки, которые использует контрагент, откликаются в наших формулировках, в нашей терминологии и прочее. То есть, это момент, когда мы работаем с договором, который либо сильно измененный наш, либо вообще присланный нам по шаблону контрагенту. На моей практике есть компании, которые публикуют свой оффер на сайте в открытую, и любой подрядчик может взять этот оффер, внести туда свои какие-то изменения и прислать его на подписание непосредственно компании. Так вот, проанализировать и сопоставить, насколько документ, присланный контрагентом, отличается от нашего типового, машина тоже может. Найти риски, проанализировать их с учетом исторических данных, запросить данные о контрагенте, то, о чем как раз коллеги сегодня будут рассказывать. То есть, в автоматическом режиме сделать запрос в сервис, который позволяет проверить контрагента на ликвидность, подтянуть его арбитражку, подтянуть его, скажем так, условия, доверенности в том числе. Находятся они либо в комплекте документа, либо вообще у этого лица, который подписывает документ, есть ли доверенность. То есть, проверить это. Ну и, соответственно, сформировать это все, этот отчет в удобной читаемой форме, чтобы специалисту можно было удобно с этим поработать. И специалист получит не просто договор от ООО «Ромашка», он получит договор от ООО «Ромашка», плюс аннотация к нему о том, что вообще есть в документе, чего нет в документе, на что стоит обратить внимание, какие есть риски, какие есть штрафы, какие критерии присутствуют, какие не присутствуют. Насколько в процентном соотношении совпадает данный договор с нашим типовым шаблонным договором. Да, то есть здесь как раз в комплексе используется семантический анализ текста, как технология, плюс интеллектуальное сравнение документов, когда мы сравниваем пришедший к нам проект договора с нашим эталонным вариантом. И вот это все формируется в отчете, мы уже работаем с отчетом. Мы можем обратить внимание на конкретный абзац. Не надо тратить 20-25 минут времени для того, чтобы вычитывать договор. И цифра, которую я озвучил 20-25 минут времени, это цифра не с потолка, это в рамках интервью с специалистами договорного отдела, специалистами юридических департаментов. Мы это все проговаривали, обсуждали, они озвучивали эти цифры, и мы их фиксировали себе для понимания того, насколько трудоемкий этот процесс. И в результатах, как раз если мы говорим про применение интеллектуальных сервисов и интеллектуальных помощников, мы ускоряем процесс согласования договорных документов. Это априори. С учетом того, что мы на первом этапе уже автоматизировали процесс и максимально его ускорили, убрали всю лишнюю рутину, машина быстрее нас рассчитает в математику, проанализирует договорной документ и запустит процесс дальше. Но и на 80% мы сократили вот это время обработки именно документа, занесения его, проверку его специалистам. То есть как раз машина позволяет нам в этом моменте двигаться быстрее. При этом за счет того, что мы работаем в симбиозе, работает машина плюс работает специалист, мы снижаем риски ошибок и опечаток в условиях договора и доверенностей. Мы обеспечиваем полную прозрачность процесса обработки договорных документов. То есть мы видим, как отлично это организовано и мы видим, как прозрачно это двигается и работает. Да, видимо, я слышу, что есть помехи у меня в звуке, возможно, дело еще в помещении. Учтем, спасибо большое, прям сразу обратил на это внимание. Если говорить еще о цифрах, то вот здесь конкретная метрика, которую мы замеряли в проектах. Да, то есть мы проводили интервью, мы проводили интервью с клиентами, мы проводили пилотные проекты, мы делали прототип о том, как вообще может ускоряться этот процесс. Да, и вот здесь как бы это средние цифры из 10 компаний, с которыми мы успели пообщаться. Можете их тоже посмотреть, если сегодня в нашей встрече есть коллеги из договорного отдела юридического департамента. У них могут быть цифры другие, понятное дело, это все тоже средняя температура по больнице, как говорится. Но так или иначе, это все равно трудоемкий процесс при обработке договорных документов. Потому что договорные документы, это финансовые документы, это финансовая ответственность, это финансовые обязательства компаний, так или иначе. И поэтому здесь, резюмируя, что нам позволяет делать искусственный интеллект. Обработать отсканированный комплект документов, классифицировать его, выделить из него необходимые нам атрибуты. Маршрутизировать его определенному сотруднику, собрать эти документы в комплект, сравнить документы в автоматическом режиме и подсветить нам там, где есть различия. Провести проверку наличия обязательных пунктов согласно категории, то есть найти резкие штрафы, те моменты, на которые стоит обратить внимание при работе с договором не по нашему шаблону. Ну и в дальнейшем позволяет искать еще контекстный поиск по тексту договора, подскажет на какие документы идут ссылки, то есть если ссылки идут на какие-то локальные нормативные акты, либо федеральный закон, это тоже может быть подсвечено, это тоже может быть извлечено из текстового слоя документа и отображено в аннотации, отображено в результате обработки. В этом случае сотруднику, работающему с договорным документом, остается только проанализировать, посмотреть, проверить все ли правильно, проверить те моменты, на которые машина просит обратить внимание и запустить документы на согласование и подписание, если он согласен с теми комментариями, которые там были подсвечены, с теми рисками. И здесь мы сокращаем, ну как я и говорил на слайде ранее, время там, ну проценты в десятки раз. И то, что я говорил, как раз это не уже было попробовано и опробировано, некоторые из представленных компаний на слайде сейчас используют у себя интеллектуальное сравнение, кто-то использует распознавание, классификацию, извлечение реквизитов для документов, кто-то сейчас находится на пороге проекта как раз по нормоконтролю, о котором я говорил, именно проверка рисков, штрафов, необходимых пунктов в договоре, сопоставлением формулировок и прочим. То есть в этом ключе это уже не ново, это уже используется компаниями и для компаний это создает дополнительное конкурентное преимущество на рынке. Быстрее внутренние процессы происходят, быстрее согласовывается договор, быстрее поступают деньги в оборот, быстрее, соответственно, движется процесс отгрузки и прочее. И, коллеги, в завершении своего рассказа я перечислил очень много интеллектуальных возможностей. Было бы очень прекрасно, если бы вы в чат написали, что есть перечислено вам наиболее актуально, если есть специалисты юридического департамента, договорных отделов. Что, что, где вы видите пользу конкретно для себя, где бы вам искусственный интеллект мог помочь. Мне было бы интересно посмотреть, что думает наша сегодняшняя аудитория. Я дам на это, наверное, несколько минут, посмотрю, что пишут коллеги. Проверка контрагентов, мы как раз сейчас, Наталья, о ней и будем говорить прямо после моего рассказа. Поэтому давайте еще буквально пару сообщений мы прочитаем. Замечательно. Анализ риска, комплектация, сбор в пакеты. Все, кроме анализ рисков. Спасибо, спасибо коллеги. Давайте тогда, я вижу очень много проверки контрагентов. Самое время сейчас о ней поговорить, о том вообще, с каким контрагентом стоит начинать сотрудничать, а с кем не стоит. Возможно, кто-то нагло врет, что он на самом деле белый и пушистый, а у него куча арбитражных дел и невыплат по различным штрафам и так далее. Здесь я передам слово коллегам, коллегам, которые сегодня у нас из СКБ Контура. Это Тимофей Козлов. Тимофей, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Все, пожалуйста. Спасибо. Расскажите коллегам, очень их интересует проверка контрагентов. Да, всех приветствую. Меня зовут Козлов Тимофей. Я представляю компанию СКБ Контура, конкретно проект Контур Фокус. Уверен, что многие из вас уже про него слышали, что-то знают. Но я о двух словах еще раз напомню для тех, кто не знает. Это сервис по проверке контрагентов. Мы являемся агрегатором данных, получаем информацию из источников, это госорганы, различного рода ведомства. Ежедневно мы получаем сведения, их агрегируем и отдаем в удобном виде. В данном случае мы будем сейчас рассматривать с вами IP-версию. То есть отдаем в удобном виде для интеграции в различные системы. В данном случае, как это работает в DirectMRX. Я немного расскажу вообще, напомню, наверное, я думаю, что все из вас так или иначе сталкивались с этими проблемами. Зачем вообще нужно проверять контрагентов? Это потери денег, это претензии различных регуляторов и различные коррупционные схемы. То есть с этими проблемами сталкиваются многие компании. Недобросовестное исполнение договорных обязательств, проблемы с НДС, ну и какие-то внутрикорпоративные мошенничества, когда сотрудники пытаются свои интересы лоббировать, либо еще какие-то преступные деятельности в три компании ведут. Вот. Сервис IP-фокуса позволяет это делать, выявлять, вернее, подобные схемы и снижать по ним риски. Вот. Немного разбавим, решил разбавить немного цифрами. О рисках вообще, что представляет собой, вот те факты, которые я перечислил, средняя сумма до начисления по НДС по России – это 74 миллиона рублей. То есть это в том числе причина того, что компании работали с недобросовестными, с какими-то своими контрагентами. У нас есть всем известная должная осмотрительность, коммерческая осмотрительность, которую должны компании проявлять при работе со своими партнерами. Вот. И ее несоблюдение при проверке может, ну, собственно говоря, привести к доначислениям. Вот. 80% мошеннических схем занимает картельный сговор. Это история, когда объединяется несколько поставщиков, и один из них делает сильно выше рынка цену, и остальные чуть ниже, чем у него. И ощущение складывается, что тот, который сильно выше рынка – это единственное правильное решение, хотя на самом деле это классический картельный сговор. Мы в этом случае тоже, имея анализ связанных, связанную структуру компании, мы можем этот колбочек размотать и увидеть, что это не единственное самое выгодное предложение, так скажем, а это сговор. Вот. 55% компаний сталкивались с корпоративным мошенничеством. Это всевозможные схемы лоббирования интересов внутри компании, когда, допустим, ответственный человек по закупкам может отдавать контракты тем или иным организациям, ну и так далее. То есть не секрет, когда информация… когда сотрудники уводят просто базу, ну то есть они переводят, делают подобный бизнес и регистрируют его, и потихоньку Клининскую базу все переводят на другие реквизиты. То есть, к сожалению, такая практика присутствует. Вот. Мы эту тоже историю можем выявлять, подсвечивать, что у сотрудников появились юрлица с похожими видами деятельности, например. Вот. Ну и 96% компаний сталкивались вообще с недобросовестными контрагентами. Ну тут вам, наверное, не нужно ничего рассказывать. Это различные мошенники, либо просто компании, кто не могут выполнять свои обязательства по причинам различного банкротства и так далее. Вот. Зачем мы существуем, и зачем мы делаем проекты совместные, там, вот как с компанией DirectMRX, да, с DirectMRX, простите, и в продукте DirectMRX. Мы преследуем цели автоматизации. Самая, самая главная наша цель – это получить время и актуальную информацию. Вот как говорил и я раньше, это самые-таки два ресурса, важные сейчас. это быстро принять решение о том, что мы работаем или нет с компанией, то есть мы проявили скоринг по этой организации, и нам понятно, что она, допустим, удовлетворяет наши требования или нет. И мы сразу же идем дальше, либо мы запускаем процесс подписания договора, да, и все возможные этапы дальнейшие, либо мы компанию разворачиваем и даже не тратим время на ее анализ. Вот, и из этого соответствующие выгоды мы получаем, когда мы человеческий фактор исключаем из цепочки заполнения договоров, да, когда все реквизиты у вас автоматом встают, мы исключаем, опять же, тот же какой-то конфликт интересов, когда в компании единая система оценки контрагента, и она может быть изменена либо интерпретирована как-то в зависимости от человека, который там хочет той или иной манипуляции, то есть решили, что красное, это красное, это все, оно так будет для всех. Вот. Ну, это основные два тезиса, которые бы я хотел подсветить, что вы получаете актуальную информацию на сегодняшний день за очень короткий срок. Вот. Схематично как работает, тут сильно не буду углубляться в процессы, как я говорил выше, мы получаем массивы данных из больше, чем 25 источников, их агрегируем у себя на серверах, они ежедневно обновляются, и мы в удобном виде через API-шлюз отдаем их в различные системы учета. Это могут быть ERP-системы, CRM-системы, ESM-системы, ну и различного рода программы, где вы работаете с контрагентом. В нашем случае мы рассматриваем DirectUMRX. Немножко о нас, такая страничка гордости, мы как проект существуем уже 8 лет, пытался вспомнить, вот, у нас более 1200 компаний, я думаю, присутствующие здесь зрители, коллеги, кто-то с нами работает, вот, у нас более 40% банков используют, это отдельная такая статья, когда, ну, гордости, потому что банки, они очень технологично развиты, и предъявляют очень большие претензии к продуктам, которые используют, вот, у нас больше 50 коробочных решений с нашими технологическими партнерами, такими, как вот, DirectUMRX и так далее, то есть их очень много, мы делаем все, чтобы была возможность проверку контрагентов встроить в различные процессы компании и их автоматизировать. Ну и такая небольшая справка, через наш сервис проходит более 22 миллионов запросов в сутки, по нашей клиентской базе это огромная достаточно цифра, но для нас она является рутинной, и мы поддерживаем высокую отказоустойчивость и быструю работу сервиса. У меня есть один кейс, я его быстро расскажу, чтобы подсветить, зачем это делают компании крупные, опять же, продолжая историю про время и актуальную информацию, у нас есть клиент компания «Меджер», это транспортная компания, у них была задача ускорить процессы подписания договоров и были проблемы с доначислением НДС в связи с большим потоком трафиком различных компаний, ну, встречались не самые благонадежные и были потом претензии от налоговой. проявили внедрение в их систему, скорость согласования с двух дней полости договора от его входа до уже заключения составляла два дня, она стала занимать четыре часа со всеми этапами и в три раза сократились, сократились претензии по НДС и ускорилась работа над договорами тут, ну, два с половиной раза получается, да, вот. Дальше будет выступать коллега Юрий, он расскажет тоже еще один классный кейс внедрения. Вот здесь слайд с моими контактами есть, привел ссылку на нашем сайте, именно на страничку DirectOMRX, там рассказан функционал и дальше передаю слово Юрию. Спасибо коллеге большое за внимание. Спасибо, Тимофей. Добрый день. Приветствую всех участников вебинара, коллег, и в рамках своей презентации я расскажу уже о практическом применении тех мощных инструментов, которые имеются в платформе DirectOMRX и, соответственно, API Contour Focus. Я рассказываю о конкретном проекте, у него есть предыстория, то есть это исходные данные, с которых мы начали работу над проектом. Это заказчиком выступила крупная компания в сфере товаров массового потребления. более 100 филиалов России, это международная компания, в России более 100 филиалов. Основная система, в которой работает заказчик, это ИСМ-система DirectOMRX. Более 5000 пользователей, а основной акцент на согласование договорных и финансовых документов, а также аккредитация контрагентов. На первоначальном этапе проверка контрагентов осуществлялась не в системе DirectOMRX, а с помощью веб-сервиса Contour Focus, то есть в параллельной системе. Около 30 тысяч действующих контрагентов у нашего заказчика, по ним порядка 23,5 тысяч действующих договоров и на момент начала проекта оценка деловой репутации, как я уже сказал, проходила, выполнялась вручную и пользователи, отвечающие за compliance, работали параллельно в двух системах. Естественно, при такой схеме актуальность, достоверность сведения о деловой репутации достаточно быстро теряла актуальность и, в общем, ценность для участников процесса. Получив техническое задание и проговорив все проблемы, которые существовали на момент начала проекта, совместно приняли концепцию, то есть то, что было в первую очередь обязательно необходимо реализовать. Ну, естественно, первое основное требование это все данные должны быть в одной системе и этой системой должна выступить система DirectOMRX. Естественно, все данные должны автоматически и регулярно загружаться в VCM-систему. Должна быть обеспечена возможность настройки ролевой модели средствами администрирования, а также средствами администрирования должна быть настраиваться сама методика проверки контрагентов. Все процессы, разрабатываемые в рамках автоматизации проверки контрагентов, должны стать сквозными. То есть в системе DirectOMRX функциональность, связанная с проверкой контрагентов, доступна для встраивания в любой процесс, в котором участвуют документы двухстороннего подписания, то есть там, где есть внешний контрагент. Не важно, будь то это входящее или исходящее письмо, договор, протокол, в общем, все, что угодно должно быть поддержано решением. Естественно, никто не должен работать с данными, с большим массивом данных, перебирая их каждый раз от начала до конца. Система должна сама мониторить все негативные изменения, уведомлять пользователей, которые в этом заинтересованы. Ну и автоматическое формирование печатной формы отчета при результате проверки тоже как обязательная опция для того, чтобы обеспечить в дальнейшем доказательную базу при проведении аудита о том, что на какой-то конкретный момент времени контрагент находился вот в таком-то конкретном состоянии. То есть он был благонадежный и с ним была заключена сделка ну, скажем так, с учетом этой информации на тот момент премии. Исполнение проекта. То есть в рамках работы над проектом были выполнены модификации в интерфейсе системы DirectMARX. В частности, в карточке контрагента появилась вкладка маркер и контрфокус. Маркер и контрфокус это фактически факторы риска ну, или показатели благонадежности, деловой репутации контрагента, более 90 частных маркеров и сводный показатель, сводный рейтинг контрагента, который рассчитывается по определенному алгоритму, и этот алгоритм задает администратор системы DirectMARX. Появились также кнопки в карточке контрагента. Пользователи могут с помощью этих кнопок заполнять реквизиты, обновлять значения маркеров, если это необходимо сделать вот в конкретный момент времени, а также все эти данные массово автоматически обновляются по расписанию с помощью разработанного сфонового процесса. Также ряд модификаций, о которых следует упомянуть в рамках сегодняшнего вебинара, это акцент на использовании двух реквизитов для проверки контрагента, ИН и КПП. КПП, как мы знаем, уникальный реквизит для филиала и головной организации, то есть ИН может быть общим, а КПП могут отличаться, то есть соответственно мы заполняем реквизиты с учетом КПП, то есть отдельно для филиала, отдельно для организации головной, это очень важно для компаний федерального масштаба, которые работают с поставщиками, у которых тоже в свою очередь сеть филиалов. Также была реализована функция по выявлению конфликта интересов, то есть проверяется участие сотрудника организации заказчика в организациях, которые выступают в качестве контрагентов, то есть мы сравниваем список участников организации контрагента со списком сотрудников нашей организации. Как я уже сказал, обновление реквизитов и маркеров доступно по кнопке с помощью фонового процесса, а также для отдельных маркеров реализована двухфакторная модель изменения значения этих маркеров, например, включение и исключение контрагентов в черный список выполняется одним сотрудником и в обязательном порядке автоматически направляется задача альтернативному сотруднику для подтверждения этого действия, для того, чтобы исключить злоупотребление. Ну и был разработан целый ряд системных ролей с набором прав для того, чтобы администратор системы мог гибко настраивать доступ к данным о деловой репутации контрагентов и возможности их заполнения. Как я уже сказал, один из основных акцентов был на возможности в дальнейшем гибко настраивать систему средствами администрирования, то есть простого пользователя без привлечения интегратора и прикладных разработчиков для каких-либо изменений. Для отдельных маркеров пользователь может выбрать уровень, не уровень, а цвет, в котором подсвечивается то или иное значение маркера в зависимости от приоритета, а также настроить алгоритм расчета сводного рейтинга, то есть из 90 маркеров выбрать, например, 10 наиболее ключевых, по которым определяется сводный рейтинг контрагента. Также, естественно, было реализовано требование о автоматической загрузке в досье контрагента печатной формы отчета. Эта форма формируется автоматически также посредством API контрфокуса, в которой в наглядном виде представлены основные параметры деловой репутации контрагента, а также дата актуальности этих параметров. Что же мы получили в итоге, то есть какой эффект? Во-первых, процессы, комплиенс-процессы компании стали снортизованными, то есть вновь приходящие сотрудники, работающие сотрудники, вновь появляющиеся процессы, все используют общую методологию проверки контрагента. Независимо от того, появился у нас новый вид документа или изменилась логика процесса согласования, она применяется ко всем процессам организации. Процессы стали объективными, потому что был полностью исключен человеческий фактор. Все данные загружаются автоматически и посредством API, и не подлежат какой-то ручной корректировке. Процессы стали прозрачными, то есть основной, один из побочных положительных эффектов стал то, что пользователи, являющиеся инициаторами согласования того или иного документа, еще на старте процесса, до старта даже процесса, видели регламент, по которому пойдет их документ с учетом рейтинга контрагента, а также с учетом значения отдельных маркеров благонадежности этого контрагента. И уже на старте пользователь мог принять решение, стоит ли вообще начинать процесс согласования или же сразу не тратить время, а поискать более подходящего поставщика. Процессы стали непрерывными, то есть вот эта интеграция с API контрфокус, она охватывает все этапы жизненного цикла взаимодействия с контрагентом. Начиная от согласования самого контрагента, если он первый раз появился у нас в дальнейшем согласовывается договор, после договора согласовывается акт или документ о передаче товаров и после согласовывается счет. И на всех этих этапах мы актуализируем данные о деловой репутации контрагента и оперативно принимаем решение. Например, контрагент был у нас зеленым условно, договор мы с ним заключили, на момент заключения договора с ним все было хорошо, то по договору мы должны заплатить аванс каком-то процентом в соотношении от стоимости договора. И в этот момент система узнает о том, что этот контрагент, с ним произошли негативные изменения в плане его благонадежности и критичные для нас. И мы можем на этом моменте оперативно среагировать и не допустить перечисления денег, соответственно, сэкономим значительные силы в дальнейшем на судебных разбирательствах и попытках эти деньги вернуть. Процессы, естественно, стали защищенными, потому что с учетом ролевой модели и цифрового заполнения данных всех внести какие-то искажения в процесс просто невозможно. И самое главное, повысилась заблаговременность выявления рисков. То есть, как я уже сказал, на каждом этапе отслеживается деловая репутация, но и более того, даже в процессе согласования договора, который может растянуться во времени по разным причинам, у нас, допустим, может быть протокол разногласий, договор вернулся на доработку, на второй круг пошел согласование, это может потребовать времени, и за это время согласования у нас тоже может произойти негативные изменения с контрагентом. И в этом случае система автоматически пересчитает маршрут, если у нас до начала согласования с контрагентом все было хорошо и в согласовании не участвовал целый ряд сотрудников, финансовый департамент, например, служба безопасности тоже могла быть исключена, потому что контрагент зеленый, то в процессе согласования даже одного документа мы можем маршрут пересчитать. естественно, с учетом всех вот этих плюшек у нас здорово выросла эффективность использования рабочего времени, то есть получая задание на согласование контрагента или договора или иного документа, сотрудник, специалист службы безопасности юридического департамента получает сразу готовые данные, ему не надо переключаться в интерфейс другой системы, что-то смотреть и анализировать. Естественно, не получит задание сотрудник, если с контрагентом все хорошо, то есть он вообще не тратит время на этого контрагента. Как я уже сказал, инициаторы заранее знают возможный исход согласования с высокой степенью вероятности и принимают решение о целесообразности процесса согласования самостоятельно. Подробная история по согласованию контрагента с учетом фиксирования значений рисков и в том числе в виде печатной формы, которая сохраняется в досье контрагента с меткой времени, значительно упрощается дальнейший внутренний и внешний аудит. То есть, ну а вместе с тем и доказательная база для возможных, не для возможных, а используемая для аргумента в результате возможных каких-то претензий со стороны регулятора, например, тоже налоговая инспекция, о том, что мы не проявили должную осмотрительность при заключении той или иной сделки. Фоновый мониторинг в системе обеспечивает фокусировку только на приоритетных задачах, то есть нам не надо держать в голове все 30 тысяч контрагентов, все 23 с половиной тысячи договоров, проводить какую-то ревизию постоянно. Мы узнаем о негативных изменениях в самый кратчайший срок и работаем только с проблемными ситуациями. Естественно, сократилось время проверки одного контрагента с нескольких дней буквально до одного часа. Ну и, разумеется, существенно, в данном случае в пять раз сократилось время согласования самих документов, потому что процедура проверки контрагентов отнимала до стата проекта достаточно большое время. Ну, на этом я заканчиваю свой доклад и передаю слово вновь компании Директу. Да, Юрий, спасибо за интересный рассказ. Мы продолжаем. Так, еще мы поговорим, мы поговорили, получая контрагентов, поговорили про проверку контрагентов, еще сейчас поговорим про договоры без бумаги. Я видел, там вначале, например, был вопрос про это, и поговорим еще про их хранение, на что там тоже можно обратить внимание с точки зрения цифровых помощников, с чем они могут помочь. Итак, договоры без бумаги. Сейчас речь прежде всего пойдет про этап подписания сторонами, то есть когда мы договор уже согласовали, и теперь его нам необходимо подписать. Такое подписание, как вы знаете, возможно не только на бумаге, но и возможно с использованием электронной подписи, в частности, как самый распространенный способ, это использование квалифицированной электронной подписи. Как это работает? Опять же, на примере нашей системы эта работа следующим образом. На стороне, допустим, вашей компании имеется система DirectumRx, в которой у вас организовано управление договорами, где, соответственно, реализуется там процесс, реализуется согласование, подписание, а далее, соответственно, обмен с контрагентом, он происходит через операторов электронного документа оборота. У нас реализованы две интеграции, которые доступны как модули интеграции, это интеграция с сервисом СБИС и интеграция с сервисом Contour Diado. Работа, соответственно, здесь в данном случае реализуется с использованием квалифицированной электронной подписи, и договор отправляется через данных операторов, поступает контрагент. Контрагент, в свою очередь, уже может работать в любой другой информационной системе, будь то, например, просто веб-клиент оператора или какая-то другая сет-система или, может быть, учетная система. Естественно, есть возможность работать как с исходящими документами, так и с входящими документами, то есть мы можем принимать договоры входящие, можем отправлять подготовленные договоры. Передача происходит через операторов очень быстро, то есть после того, как на стороне компании, на стороне нашей компании был подписан договор, буквально там через 2-3 минуты он уже будет доставлен контрагенту. И далее все зависит от него, как он там отреагирует, как быстро посмотрит, как быстро, может быть, что-то еще проверит и, соответственно, тоже подпишет. Если мы используем DirectOMRX для работы, то подписание, соответственно, доступное из любой точки мира за счет возможности это делать как в браузере, причем в разных браузерах, да, там доступны, соответственно, браузеры, например, и для операционных систем Linux, и для операционных систем Mac, вот, и это возможно реализовывать в том числе с мобильных устройств, с планшета или с мобильного телефона. У нас реализовано и поддерживается подписание квалифицированной литонной подписи с поддержкой МЧД. Это актуально будет с 1 сентября 2023 года. Часть компании уже, скажем, начинает переходить и использовать, а по закону это будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года. Кто еще не в курсе, что такое МЧД, хочет с этим ознакомиться подробнее, я рекомендую посмотреть наш вебинар. Мы в январе подробно рассказывали, что это такое, какое есть законодательство на момент проведения вебинара в январе, и, соответственно, что можно с этим сделать. Единственная ремарка, что надо понимать, что сейчас законодательство изменяется, есть там кое-какие изменения к тому, что мы рассказывали в январе, но важно понимать, что уже, например, подписание КЭП с поддержкой той же МЧД у нас доступно и можно это использовать для тех же договоров. И работа с договором возможно в любых форматах, будь то ДОК, ПДФ, ОДТ или какой-то другой формат, который удобен контрагентам, при том, что, конечно же, можно работать не только с самим договором и его там может быть приложением, но вообще, в принципе, со всей цепочкой документов, будь то формализованные, неформализованные документы, входящие, исходящие документы, все это возможно. Если смотреть еще с точки зрения выгод, какие компании получают, то, конечно же, вот это те выгоды, про которые мы сейчас только что поговорили, это удобно, быстро, можно использовать весь комплект документов в электронном виде, и это дешевле отправки бумаги, особенно если мы говорим про то, что у нас теперь весь комплект документов работает в бумаге, а не только, например, первичные закрывающие документы. Бывает так, что просто компания начинает часто с обмена электронными, например, УПД, актами, и со временем только начинает использовать договоры в электронном виде. Так вот, с использованием всех документов в комплекте, соответственно, весь пакет документов становится электронный, его полностью можно хранить электронно, полностью можно в электронном виде этим обмениваться. Что же касается договоров, то важно еще один момент отметить, за счет того, что скорость подписания становится очень быстрой, по факту договор при должном организации процесса можно вообще подписывать там за один день сторонами, если каких-то вопросов на этапе согласования возникает и предварительно все было согласовано, то есть скорость, она становится очень быстрой по сравнению, например, с просто с формальной передачей бумаги, когда ее нужно отправить, пусть даже экспресс-почтой, но все равно это занимает минимум обычных парней. Так вот, это позволяет минимизировать риски, ситуации, что мы, например, начинаем работу и фактически без подписанного договора. Такое иногда бывает, при этом может быть так, что работу начали, уже немножечко успокоились, а договор вроде бы согласован, все хорошо, но формально не подписан, а значит, что у нас все равно риск остается сохраняется и важно обеспечить его подписание. Таким образом, мы, получается, сокращаем затраты за счет того, что переводим теперь уже все документы из комплекта в электронный ВИН, ну и минимизируем риски, связанные с тем, что у нас, например, долго подписывается договор или, может быть, где-то затягивается его подписание. Еще один важный момент, который я выделил из нового законодательства, это вот в прошлом году, чуть больше кода, появился новый формат, который доступен для использования примитивных договорам и доп. соглашениям к ним, кстати говоря, протокол разногласий тоже, это вот приказ ФНС России от 24 марта 2022 года об утверждении формата PDF-A3 для использования соответственно договорного документа в электронной форме. Это рекомендованный формат, то есть его не обязательно использовать. Что он из себя представляет, это, по сути, договор в PDF-формате, в PDF-файлик, в который еще дополнительно вложим XML-часть, XML-файл, который в себе содержит определенную структурированную часть этого документа. То есть все основные реквизиты, основные данные вынесены в эту структурированную часть. Что позволяет это делать? Это позволяет, с одной стороны, удобно просматривать документ, с другой стороны, за счет структурированной части автоматически его обрабатывать в информационных системах корпоративных, будь то ECM-система, ERP-система или какая-то иная система, где эти данные, соответственно, необходим. При этом, если мы говорим про обработку документа, то получается, что с ним могут работать разные уровни компании. То есть кто-то может только его смотреть на уровне PDF, а кто-то, как крупная, какая-то компания, и смотреть в PDF-части, и обрабатывать за счет XML-части. Ну и для этих документов доступна передача ФНС по телекомендационным каналам связи. Однако надо отметить, что есть тут открытые вопросы к этому формату. Ну, например, все-таки, что касается проверки, соответственно, между PDF и XML-частью, с одной стороны, этот же приказ говорит о том, что сторона, подготовившая договор, должна нести ответственность за то, чтобы эти части другу соответствовали. С другой стороны, опять же, это скорее как бы некое условие, но так ли это, всегда ли это будет так, да, надо ли все-таки стороне, получающей договор, его проверять. Все равно вопрос остается, потому как это будет дальше рассматривать суды вопрос. Хотя, повторюсь, что в приказе закреплено, что сторона, готовившая, должна это проверить, и если есть расхождение, то приоритет отдается PDF-частью, то есть визуальной части. Здесь, правда, появляется нюанс, что если приоритет к PDF-части, а не XML-части, а мы обрабатываем автоматически за счет XML-части, то получается, что мы можем как-то обработать за счет XML-части, а у нас в PDF написано было как-то по-другому, и процесс, например, согласования договора мог уйти по другому маршруту, чем следовало бы это сделать, если бы, например, данные извлекались из PDF-составляющей. Вот эти вот нюансы здесь есть, поэтому они оставляют открытые вопросы. Еще один важный открытый вопрос это польза от формата для компаний, которые, собственно, готовят договор, так как когда мы готовим документ, у нас уже все данные есть по нему, есть в структурированном виде, мы можем эти все данные в карточку документов вносить, и поэтому для нас это может быть не очень-то и актуально. А вот для компании, которая получает, она как раз зачастую получает просто файл в различном виде, и у нее этих структурированных данных как правило нет, вот им это более ценно с точки зрения получения этих данных и обработки. Здесь возникает классический вопрос для электронного документа оборота между контрагентами, как убедить другую сторону, как, собственно, ее склонить, чтобы и мы, и она получали эту выгоду, при этом использовали этот формат документов. Сейчас на текущий момент я бы не назвал этот формат широко используемым, все-таки в большинстве компаний из практики, которые мы видим, работают с теми форматами, которые им удобны, это просто PDF, там, DOC, или какие-то другие распространенные форматы. Из примера, вот известная поддержка буквально вот недавно с 1 марта этого года в Гистерге, что реализована была поддержка данного формата. То есть посмотрим, как дальше будет развиваться использование данного формата, повторюсь, что он рекомендован. При этом ФНС еще планирует выпустить полностью XML-формат договора, то есть когда договор будет полностью в структурированном виде. Есть проект этого приказа, но он на текущий момент не был принят. Если говорить еще про оперативное и долговременное хранение документов, чем заканчивается, собственно, жизненный цикл договора, то есть когда мы его там еще несколько лет храним, или, может быть, опционально мы его храним более 10 лет, если требует это наша ситуация, там, или, может быть, вид договора, то на что здесь можно обратить внимание, какие здесь есть возможности с точки зрения цифровых помощников. Ну, например, наше решение финансовый архив может выполнять здесь роль цифрового помощника, который, по сути, позволяет объединять полный комплект документов, будь то договоры, закрывающие документы, счета на оплату, и таким образом складывать общий комплект документов и работать с ним как с комплектом. Фактически, в том числе, реализовав, например, для себя процедуры контроля комплектности документов, что все комплекты есть, что они все связаны, все корректно, все у нас подписано, все документы присутствуют. И далее, соответственно, по этим комплектам, в том числе, осуществлять поиски, выгрузки для предоставления как внутри компании, так и для каких-то контролирующих органов. Например, как это может выглядеть, вот буквально один скриншот, то есть вот есть такая вот структура, когда сгруппированы у нас документы по контрагентам, по договорам, и далее, соответственно, по каждому договору есть указаны все те документы, которые имеют место быть к нему, будь то закрывающие документы, может быть, какие-то доп. соглашения, приложения и так далее. Что, в общем, в ряде случаев для компании удобно как раз за счет того, что мы можем контролировать и отслеживать комплектность документов целиком. Еще одна важная составляющая, если, например, говорить о том, что документы договорные должны храниться долго, это важно обеспечить на этом этапе юридическую значимость при долговременном хранении. Подробно, кстати говоря, про долговременное хранение, архивное хранение, мы также рассказывали недавно, буквально в феврале мы рассказывали подробно с коллегой, коллеги мои рассказывали о том, на что стоит обратить внимание при хранении длительным документом и как это обеспечивается. И также, кстати, показывали наше решение о долговременной архиве. Поэтому, кому здесь нужны детали, пожалуйста, также можно найти на нашем сайте данный вебинар и посмотреть его в записи. На что же здесь нам нужно обратить внимание, если коротко говорить примитивным договором? Нам важно здесь обратить внимание на юридическую значимость и на то, что документ у нас в принципе есть, цвет целый, все с ним хорошо, все с ним замечательно. Это значит, что нам нужно контролировать его наличие, целостность, неизменность. И для того, чтобы быть уверенным в его юридической значимости, мы рекомендуем использовать усовершенствованные квалифицированные тоннные подписи в формате КДСА. Немного об этом тоже подробнее. Что же это такое представляет? Например, наше решение долговременный архив, оно позволяет с одной стороны осуществлять проверки сохранности архивного документа. Вот здесь вот мы видим, что проверяется наличие, проверки, сохранности, происходит это периодически, происходит это в фоновом процессе. И далее есть еще блок усовершенствованных электронных подписей, который также проводит определенные проверки, и, соответственно, эти проверки также происходят периодически. Зачем вообще нужно усовершенствование электронных подписей? Нужно оно в том случае, когда мы говорим, например, про проверку электронной подписи и документа с ней спустя некоторое время после его подписания. Так как 63-й федеральный закон говорит нам о том, что подпись должна быть действующей либо на момент проверки, либо должны быть доказательства ее действительности на момент подписания документа. Так вот, коротко, усовершенствованная подпись – это как раз возможность обеспечить те доказательства действительности электронной подписи, которые нам будут показывать, что да, подпись действовала на момент проверки, и за счет этого в том числе обеспечивать хранение документов десятки лет. Будь это договорной документ или иной какой-то. Для примера, опять же, проверка с помощью сервиса ContourCrypto, когда мы проверяем электронную подпись без метки времени, которая входит в состав усовершенствованной подписи, и с меткой времени. Что мы здесь видим? Если мы проверяем подпись без метки времени, мы видим, что здесь у нас есть нюанс, что подпись была создана для проверяемого документа, но не удалось проверить подлинность сертификата, так как как раз срок действия его истек от доказательства того, что он не был отозван, например, раньше времени, что подпись действовала на момент подписания, их в данном случае не было. И, соответственно, сервис не может утверждать, что с ним все хорошо. А если в случае, когда у нас есть метка времени, в целом есть усовершенствованная подпись, то у нас, соответственно, проверка такая проходит, есть доказательства, и можно с полной уверенностью говорить о том, что с подписью все в порядке, все с ней. Она будет проверяться спустя достаточно длительное время. Это вот если коротко. Опять же повторюсь, кому необходимо посмотреть, изучить эту тему подробнее, я рекомендую наш вебинар, посвященный долговременному хранению. Какие же выгоды можно выделить? Пожалуй, несколько ключевых моментов. Первое – это то, что можно за счет цифровых помощников на этапе хранения документов обеспечить хранение полного комплекта документов с обеспечением юридической значимости, как на этапе, скажем, оперативного хранения до 10 лет, так и на этапе длительного хранения, если документы требуют все-таки хранения, например, более 10 лет. Обеспечить процессы, получается, не только на уровне делопроизводства, но и на уровне тех моментов, которые мы сейчас только что рассматривали по электронной подписью. Здесь на этом про этот блок все. В целом мы сегодня с вами рассмотрели, получается, на примере вот этих семи этапов, какие могут быть цифровые помощники, как они могут нам помогать, на каких этапах их помощь для работы с договорами, с управлением договорами, может быть, для нас актуальна. На этом у нас все. Сейчас мы перейдем к вашим вопросам. А пока вы еще там дописываете свои вопросы в чат, я прошу коллеги ответить на опрос, который мы только что запустили. Опрос поможет нам также дальше лучше понимать о том, какие у вас стоят задачи, какие задачи для вас актуальны, и что, может быть, в дальнейшем вам еще даже стоит рассказывать на наших вебинарах. Пожалуйста, отвечайте на опрос и также пишите ваши вопросы в чат. Сейчас буквально через несколько секунд мы перейдем к вашим вопросам и прокомментируем их дополнительно. Кроме того, что уже, вот я видел, коллеги отвечали в чате очень активно и часть вопросов уже, я думаю, закрыли в чате. Да, вижу, что число участников, отвечаешь на опрос, постепенно растет. Коллеги, кто еще с нами? У нас 200 плюс участников. Прогласовавших 10%. Он обновляется просто немного с задержкой по времени. Коллеги, прошу отвечать на вопросы. Давайте тогда мы пока еще дадим несколько секунд на ответы на вопрос и начнем уже с ответов на вопросы в чате. По свежим следам я хочу, во-первых, отметить, что коллеги Тимофей и Юрий активно отвечали на вопросы, закрыли все вопросы. Григорий тоже подключался, насколько я понимаю, это тоже со стороны коллег. По твоему докладу, Иван, есть два вопроса. Архив, о котором ты говорил, подходит ли для автоматизации налогового мониторинга? Интересуется, Екатерина. Для автоматизации налогового мониторинга мы решаем задачу с помощью финансового архива, задачу создания архива именно для налогового мониторинга. То есть мы не решаем задачу витрины. Для этого у нас есть партнеры, которые такого рода задачу решают. Это различные компании. Мы можем в том числе пригласить их, например, для проведения отдельных встреч. Что касается самого архива, то есть да, вот есть финансовый архив, который позволяет такую задачу закрывать. Единственное, надо понимать, что для решения, например, тех требований, которые, например, сейчас ФНС продвигает и предлагает с точки зрения, например, автоматизации запросов в предоставлении документов, то есть когда из АИС-Налог-3 налоговый инспектор может автоматически запрашивать документы, то будущее, к которому, собственно, ФНС идем, они там требуют, например, создания определенных реквизитов, карточек. Вот здесь эта реализация, она потребует адаптации на проекте внедрения. То есть можно брать финансовый архив и его адаптировать на проекте внедрения, и таким образом он будет закрывать задачу налогового мониторинга. При этом здесь также в рамках проекта надо будет решить задачу, например, интеграции этого архива с той или иной корпоративной инспекционной системой. То есть это может быть, например, интеграция с ERP-системой, из которой уже эти данные подтягиваются в налоговую витрину. Или может быть потенциально реализована интеграция непосредственно с налоговой витриной, которую вы используете для предоставления этих документов, опять же, в ФНС. Спасибо, Иван. И Екатерина еще второй вопрос тоже прислала. Если по эту договору пришла подпись второй стороны, и документ оборот завершен, а при проверке выяснилось, что у КЭП МЧД второго подписанта не прошли проверку, то как в таком случае можно отклонить документы? При проверке выяснилось вторая сторона. Так, если я правильно понял вопрос, то есть у нас есть документ, подписанный двумя сторонами, но потом выясняется, что что-то, например, у нас с МЧД не совсем было корректно. Потому что если вы, например, еще не подписали документ, то вы спокойно можете, собственно, отказать его в подписании. Если же вы его подписали со своей стороны, и потом вторая сторона его подписывает, и вам условно не нравится его подпись, то здесь какие варианты возможны? Во-первых, вы можете, собственно, аннулировать этот документ. Это как одна из возможностей существующих. То есть вы отправите заявку аннулирования, обосновываете, что ваша подпись, скажем так, нам не нравится, потому что вот здесь, например, МЧД не прошла проверку по каким-то причинам. Или, может быть, вы можете, собственно, документ после аннуляции переподписать заново. Вот такие варианты как минимум возможны, если у вас есть какие-то вопросы, претензии к МЧД со стороны контрагента, например, или к его подписи. Вообще ситуация с МЧД, возможно, такие риски сейчас, да? На практике использования, вот если говорить про текущую практику использования без МЧД, вот с таким, ну вот я не слышал, чтобы кто-то из клиентов сталкивался, но, может быть, это были совсем единичные примеры, или, может быть, даже их не было. Хорошо, спасибо, Иван. Коллеги, напомню, можно писать вопросы в чат, у нас в целом докладная часть у коллег закончилась, вопросы можно писать любому из докладчиков, и Тимофей, и Юрий с нами в вебинаре. Вот, мне еще был вопрос от Андрея, который я как раз попросил оставить на устный ответ, как выполняется обучение и модели на основе действий сотрудников с текущими документами в процессе обычной работы, или это отдельная процедура, выполняемая операторами на выбранных образцах результатов, которые загружаются в Директум РЭКС. Давайте разверну, развернутый ответ как раз я и хотел дать Андрею. С точки зрения обучения и модели искусственного интеллекта у нас используется несколько сервисов, и мы обучаем несколько сервисов для как раз работы с документами, то есть есть сервис классификации, который отвечает за идентификацию документов. Его мы обучили первоначально, и можем допустить в операционную деятельность и в процессе, ну скажем так, на текущей версии, в процессе операционной деятельности и исправлений, то есть если машина дает, грубо говоря, 90% корректности и 10% надо исправлять, она неправильно классифицирует вот эти 10%, которые будут исправлять сотрудники в процессе операционной деятельности, в процессе работы с документами, система будет запоминать и на этом дообучаться. Это что касаемо сервиса классификации. Второй сервис – это сервис, отвечающий за увеличение фактов. Мы его сейчас делаем, чтобы он в автоматическом режиме дообучался на исправленных реквизитах, но пока что это в текущей версии отдельная процедура для того, чтобы размечать реквизиты, то есть можно использовать текущую модель. Если в текущей модели в наборе реквизитов нет того реквизита, который вам нужно, вы можете его дополнительно доразметить, но здесь не требуется 400 примеров. Здесь достаточно 120 примеров, то есть достаточно меньшие выборки для того, чтобы разметить на одном факте и добавить его в текущую модель. То есть это можно сделать достаточно быстро, в течение двух-трех дней. И если мы говорим про предсказания с точки зрения маршрутизации и так далее, то здесь система обучается в процессе деятельности. То есть здесь можно обучить, вот у нас есть, например, определение ответственного исполнителя по входящей корреспонденции, что тоже может быть использовано в рамках договорной деятельности. Мы обучали на исторических данных у компании, то есть на какой-то исторический бэклог тоже приветствуется для обучения модели, чтобы сформировать у нее какое-то образное представление целостное. А потом в процессе операционной деятельности она будет обучаться, когда мы ее будем поправлять и исправлять. То есть мы сейчас идем как раз и до конца года сделаем так, чтобы у нас все сервисы и классификации, излечения фактов, они обучались, дообучались автоматически в процессе операционной деятельности. Так, там дальше тоже. Виктор Васильевич, возможно ли отдельное использование системы анализа содержания документов в рамках иных информационных систем вне директума? В целом, теоретически такой кейс возможен, то есть если вам необходимо реализовать вот этот вот нормоконтроль информационного интеллектуального помощника для анализа договорных документов, вне директума такой кейс можно реализовывать, не скажу, что мы его делали, но реализовать его можно. Но тут как бы есть такой организационный момент, о котором говорил Иван, а что дальше делать с договорными документами? Либо их же по идее надо куда-то хранить, куда вы их передадите, то есть какой-то результат вот этой обработки нужно будет передавать там в дальнейшем в какую-то информационную систему. Здесь с точки зрения подхода к реализации, то корректнее в рамках одной системы делать и хранение. И обработку распознавания документов. Так, я надеюсь, Виктор Васильевич ответил на вопрос развернуто. Иван, Светлана интересуется, как принять на архивное хранение, если часть договора на бумаге, а вторая часть содержит, вторая часть это электронный документ с квалифицированной электронной подписью. Интересно здесь, про какие части Светлана имеет в виду, то есть как потенциально, да, возможность ситуации. Если вы говорите про то, что у вас есть договор, допустим, который подписан в бумаге, а потом доп. соглашения к нему оно подписано, например, в электронном виде. Если речь про это, то это у нас получается два документа, да, в разных вариантах. Если речь про то, что у вас есть договор, который с одной стороны подписан в бумаге, и с другой стороны подписан в кэп, то это не то. А, да, вот Светлана уточняет, что да, это все-таки первый сценарий, да, первый случай. Как это здесь происходит? Получается, что у вас есть, скажем, документ, да, часть первого, основной документ у нас в бумаге, вторая часть доп. соглашения в электронном виде. В данном случае получается, что на архивное хранение у вас в любом случае поступает первая часть, бумагу все равно хранить надо, да, по текущему заказательству у них держать ее нельзя. Вот, и у вас на архивное хранение поступает вторая часть. Если говорить про электронный архив, то получается, что мы в электронном архиве в любом случае размещаем вторую часть, плюс к первой части, чтобы у нас, скажем, полный комплект был в электронном архиве, мы можем разместить скан-копию, электронную скан-копию в первой части бумажный документ. То есть таким образом у нас в электронном архиве будет первая часть, но ее копия в оригинал в любом случае должны сохранить, и будет вторая часть, которая хранится, собственно, как электронный оригинал. Таким образом, мы его храним в едином электронном архиве, но при этом все равно размещение документа в бумаге необходимо. Дополнительно, если мы говорим, например, про длительное хранение этих документов, что можно сделать? То есть, во-первых, да, вы передаете в рамках дела эти документы. Получается, здесь, вот, зависит от того, как вы эти документы еще в какое дело, скажем так, если вы используете номенклатуру дел и используете привязку этих документов к определенным делам, их размещение, то, соответственно, зависит от того, как вы их размещаете. Если в едином деле, то, соответственно, это передается единым образом. Если, соответственно, раздельная история, то, возможно, здесь раздельная история, но, скорее всего, тут логически их правильно было бы объединять. Добавлять, скажем так, в дела, которые, например, имеют переходный период, когда у вас дело переходит из одного года в другой. Вот, если, коротко, про ваш вопрос. Ну, спасибо, Иван. И я бы Юрия попросил подключиться, ответить, потому что как раз его доклад, я думаю, отвечает на вопрос Татьяны. Татьяна интересуется, что не совсем понятно, как связаны Директум 0x и ЭДО. Если договор прошел процедуру проверки и согласования в Директум 0x, то затем он автоматически попадает на подписание в ЭДО? Юрий, подключись, пожалуйста. Юрий Кузьмин. Чтобы мы ответили на вопрос Татьяны. Так, Юрий, видимо, не с нами, к сожалению. Иван, тогда, да, я попрошу тебя тогда ответить на этот вопрос. Так, сейчас тогда я буквально посмотрю его еще раз. Как связаны Директум 0x и ЭДО, если договор прошел процедуру проверки контрагентов, затем он автоматически попадает на написание в ЭДО. А вот Юрий подключился. Да, прошу прощения, что тут технические заминки. Смотрите, если мы говорим про конкретный проект, то у нашего заказчика, помимо интеграции с API Contour Focus, есть также интеграция с Contour Diadoc. Это внешний сервис электронного документа оборота, юридически значимый. И документ в начале проходит согласование, если инициатором являемся мы, документ проходит согласование в системе Директумрx. Он же в системе Директумрx подписывается от лица, подписью лица, имеющего право действовать без доверенности, либо подписью лица по доверенности с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. И становится юридически значимым электронным документом, подписанным с одной стороны. После чего автоматически документ отправляется к контрагенту через интеграцию с Contour Diadoc. Дальше контрагент либо в веб-интерфейсе Contour Diadoc подписывает со своей стороны, либо у него тоже есть интеграция со своей какой-то системой. И через определенный промежуток времени, когда контрагент подписал в сервисе документ, ответственный или инициатор процесса со стороны заказчика, то есть нашей организации, получает уведомление в системе Директумрx о том, что документ подписан второй стороной. И у него статус меняется на действующий. И это уже становится полноценный юридически значимый электронный документ с двумя электронными подписями. Вот так это работает. Спасибо, Юрий. Спасибо за развернутый ответ. Иван, к тебе адресую вопрос Екатерины. Она благодарит нас за вебинар. И интересуется, является ли электронная подпись подлинной для других контрагентов, которые могут проверить документы. Налоговые службы, аудиторские конторы и прочее объясняют ситуацию в вопрос тем, что в организации не хотят переходить на электронный архив из-за проверок госслужб. Поэтому электронный документ дублируется в бумажном виде. Да, конечно, электронный документ является подлинным. А дальше все зависит от того, есть ли технологическая возможность у контролирующего органа его в электронном виде проверять. Например, у ФНС такая возможность, как правило, есть. Уже достаточно часто на практике ФНС предоставляются именно электронные документы с электронными подписями и, соответственно, в таком же виде проверяются. Особенно, если говорить про новые формы контроля, например, тот же налоговый мониторинг. Но бывает так, что не все контролирующие органы способны технологически на текущий момент делать. И тогда, скажем так, и они сами попросят, ну и в целом рекомендация, скорее, распечатать эти документы как копии. То есть мы берем из электронного архива, если мы говорим про то, что у нас, например, в электронном архиве лежат оригиналы. То есть мы берем, печатаем только те документы, которые необходимо предоставить, заверяем их, что копия верна. Получается такая бумажная копия электронного оригинала. И в таком виде ее предоставляем. Там необходимо, кстати говоря, при этом заверение ответить, чтобы там была отметка, что документ подписан в электронном виде, что с подписью все хорошо. Кто подписал, соответственно, какие-то стороны подписали, ну и что копия верна. Вот таким образом мы предоставляем копию. В данном случае будет именно копия. Вообще эта практика, скажем так, она уже нередкая. У нас электронный документооборот с контрагентами развивается уже несколько лет. С пиевичка так уже лет 10 как минимум. А сейчас вот еще последние годы, например, кадровый документооборот электронный развивается. Когда у нас и со стороны работника, и со стороны батареи документ подписывается электронной подписью. Вот эти документы дальше, естественно, как оригиналы, они являются электронными. Электронный видишь, как оригиналы должны быть сохранены. Ну и, соответственно, если есть возможность у контролирующих органов получить эти документы в электронном виде, в электронном виде же их обычно и предоставляют. В электронном виде обычно же их и хотят получить. Спасибо, Иван, за ответ. Надежда интересуется, если мы в целом владеем этой информацией, я думаю, здесь нам еще и Димофей поможет ответить на этот вопрос. Есть ли в перспективе у контрдиадока подписание договоров по ЭДО с протоколами разногласий? Про подписание договоров ты, Иван, говорил. А вот что касается еще протоколов разногласий? Давайте поможем разобраться коллегам. Ну, пока коллеги, может быть, тоже дополняют. В чем тут особенность? Во-первых, смотрите, протокол разногласий просто как отдельный документ вы можете уже использовать сейчас. То есть вот есть договор, вы там его, соответственно, используете, вот есть протокол разногласий, как отдельный документ его можно использовать. Это может быть не очень удобно, вероятно, в том смысле, например, когда вы документ со своей стороны подписываете с учетом протокола разногласий, и вам хотелось бы, чтобы это некая была единая цепочка документа оборота со своей логикой, взаимосвязями, как, например, для примера, когда есть УПД, есть УКД, корректировки такие вносите, цепочка документа оборота определенная получается. Вот такой возможности на текущий момент нет. Когда она появится и появится ли, честно говоря, у операторов не скажу. Может быть, Тимофей меня тут дополнит? Он дополняет, да, ответит за рамки вебинара, сейчас он этой информацией не обладает, но ее уточнит. Все-таки Тимофей, потому что другим сервисом занимается, контур-фокус. Да, ну там в целом, я думаю, можно у коллег как раз внутри у нее и уточнить. Спасибо, спасибо, Иван, спасибо, Тимофей, Надежда, спасибо за вопрос. Вопрос. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Мне сегодня выпала честь не только рассказать про искусственно-интеллект, но и вопросики. Позачитывайте из чата. Да, у нас еще есть минуту-две на ваши вопросы. Если они будут еще дополнительные, если нет, можем тогда завершать. Да, вот, а мне интересуется, можно ли сам договор при подписании вносить примечание, что он подписывается с прознакомом разногласий? Как приложение получается к договору? Ну вот сейчас, сейчас по факту нет, то есть вот сторона-инициатор, да, подписали договор, текст его уже подписан, и внести туда изменения на текущий момент невозможно какие-либо, да. Поэтому, как бы, такой возможности на текущий момент нет. И специального документа оборота, который бы, например, это учитывал, что вот там у нас подпись поставлена с учетом прознакомого разногласий, тоже пока нет. Возможно, в будущем этой изменится и появятся соответствующие возможности. Ну вот прямо сейчас нет. Я бы рекомендовал в этой ситуации, наверное, как быть, если все-таки такое возникает, то по возможности согласовывать проекты договора заранее, до подписания, и, соответственно, потом уже их подписывать в электронном виде. Понимаю, что это может быть не всегда удобно, да, и хотелось бы там всю цепочку видеть в электронном виде, но вот пока есть такие ограничения. Ну, спасибо, Иван. Это именно если мы говорим про ограничения на уровне обмена компания-компания. Потому что если это внутренний документ оборота, то там свои есть протоколы согласования реализовываются, да, там есть своя логика, и она в этом смысле, конечно, гораздо удобнее выглядит и гораздо удобнее реализовывается. Когда там можно полностью протокол разногласий, кто там что предложил, какие мнения предложил внести, но это происходит фактически до подписания документа со стороны лица, ответственных за его подписание, уполномоченного его подписания. Спасибо. Спасибо, Иван, за развернутый ответ. Коллеги, если в целом вопросов нет, значит, будем завершать. Спасибо слушателям за внимание, за ваши вопросы. На этом, я думаю, мы завершаем. Спасибо еще раз коллеге. Спасибо всем участникам, всем докладчикам, коллегам. Вам спасибо за ваше внимание. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любую удобную для вас социальную сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. Продолжение следует...